Антошенька, по-моему, ты что-то забыл. Что я забыл? Ничего я не забыл. Ну, вот я говорю. Здравствуйте, дорогие телезрители. А ты что должен сказать? Что я должен сказать? Ну, я тебя об этом и спрашиваю. Что ты должен сказать в начале передачи? Не помню, забыл. Ты должен сказать здравствуйте, дорогие ребята. Да, а я и забыл. Здравствуйте, ребята. Вот теперь совсем другое дело. Но я не случайно забыл поздороваться. Вот тогда. Так ты специально это сделал. Очень плохо. Просто я хотела рассказать историю о забывчивости. То есть ты не поздоровался для примера? Да. Но это плохой пример. Поэтому с этого примера не надо брать пример. Ну, понятно. И что же у тебя за история для нас? История про забывчивую бабушку. Бабушки бывают забывчивыми, потому что они уже старенькие. И память их подводит. Но бабушку, о которой я хочу рассказать, память подводила с самого детства. Она что, чем-то болела? Нет, она просто ни о чем не думала и все забывала. Ну, расскажи. Вот, например, она была маленькой. Бабушки были раньше маленькими. И молоденькими. Ага. Собирал ее дедушка в школу. Ну, тот дедушка, который уже стареньким был. Ну, то есть она была его внучкой. Да. И наказал ей дедушка, чтобы она в сменке после школы на улицу не выбегала. И после школы сразу шла домой. А сменка – это сменная обувь. Ну, да. Она для того, чтобы с улицы в школу грязь не пробиралась. Совершенно верно. Ну, девочка пошла в школу, а дедушка стал готовить ей вкусный обед. Заботливый дедушка. А как же! Он любил свою внучку. Смотрит он на часы, уроки уже кончились, а внучки все нет и нет. Куда же она делась? Дедушка тоже заволновался, пошел ее искать. А внучка, как ни в чем не бывало, бегает по двору в школьной обуви, прямо по лужам. И совсем не обращает внимания на дедушку. Ну вот, она забыла о том, что надо переобуться и идти домой. Если бы только об этом. Она забыла о том, кто ее дедушка. Да неужели? Да, забыла. Дедушка к ней подошел, строго позвал ее домой. А она спросила его, а вы кто? То есть она забыла даже о том, что у нее есть дедушка. И не только об этом. Она забыла, где она живет. Забыла, сколько времени. Она обо всем забыла. Ну, дедушка-то ей напомнил. Он пытался ей напомнить, но она не помнила даже того, о чем ей напоминали. А как же она училась? Плохо училась, потому что все забывала. А мы с тобой не забудем посмотреть мультфильм, Антош? Какой мультфильм? То есть забудем? Ну уж нет. Нам пора смотреть мультфильм. Антон, послушай, а как же забывчивая девочка дожила до старости? Вот так и дожила, представь себе. Все вокруг постоянно ей о чем-то напоминали. Между прочим, она даже не знала, сколько ей лет. Ну, есть такие люди, которые возраста совершенно не замечают. И ведут себя, как забывчивые дети. Действительно. Надо быть ответственными и тренировать память. До свидания, ребята. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok